Яблоку негде упасть. Сотни сахалинцев спешат прогуляться по длинным торговым рядам и подыскать себе что-нибудь вкусненькое. Ярмарка «Гастрономическая сказка» в очередной раз демонстрирует продуктивное разнообразие и продовольственные достижения сахалинской земли. Сегодня у нас представлены колбасы, крафтовые мясные деликатесы, копченые рыбки, сладости, моти. То есть будут и экзотические представлены, и традиционные в виде трюфелей, хлебушка, масла растительного. Елена Рязанова проживает на Сахалине с пяти лет. Очень любит островную природу. Травами женщина увлечена давно. Собирает их в таежных лесах и комбинирует чайные наборы. Купажом занимаетесь сами? Да, да. Сама собираю травы, сама ферментирую иван-чай и кубажирую тоже сама. В чем особенность ваших чаев, если сравнивать с аналогами? Ну это, наверное, лучше клиентам сказать. Не знаю, ароматно, вкусно, людям нравится. Все участники ярмарки самозанятые. Сахалинский центр «Мой бизнес» регулярно предоставляет возможность показать местным товаропроизводителям свои изделия и продукты. Многие уже не раз используют такую возможность, но есть и новички. Сегодня я привез с собой рыбную свою продукцию, холодного копчения, нерочку киту, пресервы, нарезки, корешку-зубатку. Корешку-зубатку, кстати, недавно добывал в заливе Мордвинова, наша все сахалинская рыбка. Помимо знакомства с товарами местных производителей, на ярмарке можно получить консультацию в области туризма и недвижимости. На площадке работают секции партнеров мероприятия. Эта гастрономическая сказка состоялась именно благодаря поддержке центра «Мой бизнес». Мы очень благодарны, потому что они поддерживают наших местных производителей, дают ему такую беспрецедентную возможность представить себя на широкую публику. Организаторы фестиваля планируют и дальше проводить такие ярмарки. Интерес со стороны посетителей и поддержка островных предпринимателей вынуждают организовывать такие мероприятия еще. Тем более, что с каждым таким событием участников становится все больше и больше. Яков Морозов, Александр Шкотов, телекомпания ОТВ.